12 июня 2016 года США, город Орландо. В ночном гей-клубе во время перестрелки погибло 49 человек, еще 53 получили ранения. Преступник, американец афганского происхождения Амар Матин. Он сам позвонил в службу спасения 911, сообщил о своем преступлении и поклялся в верности террористической организации Исламское государство деятельность которой запрещена на территории России и ее лидеру Абу-Бакр Аль-Багдади. В ходе операции Матин был уничтожен. 14 июля 2016 года Франция и Ницца, выходец из Туниса Мохаммед Лавэш-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, которые наблюдали за салютом в честь дня взятия Бастилии, затем открыл по ним огонь. 85 человек погибли, 308 получили ранения. Неделю спустя в немецком Мюнхене 18-летний уроженец города с иранскими корнями Али Санбали расстрелял из пистолета посетителей ресторана сети быстрого питания и торгового центра рядом с ним. 9 человек были убиты, еще четверо получили ранения. Сегодня эмигрантская волна, она была практически не подконтрольна спецслужбам. И это была ошибкой, уже Евросоюз признал, она была ошибкой спецслужбы НАТО, которые не проконтролировали вот эту эмигрантскую волну. В террористических атаках погибло 185 человек. Ранено было в госпитале 470 человек. Кто становится жертвами многочисленных перестрелок и терактов? Что происходит с теми, кто выжил? И может ли огнестрельное ранение дедушки стать причиной бесплодия еще нерожденного внука? Генетически убит. Может ли ранение деда стать причиной бесплодия внука? Эти нарушения, которые передаются подрослезнам. Дети раненых родителей. Как им живется в здоровом обществе? Мы выявили то, что эти дети чаще болеют. УРЗ, пневмония, трудности в учебе. Мы все подстрелены войной. Как выжить бывшему солдату в мирной среде? Сознание сужается, и таким образом он не видит для себя социальных путей выхода из этой ситуации. Принято говорить, что память о Великой Отечественной войне у жителей России в Генах. Ведь почти каждая семья потеряла на войне одного и даже несколько родственников. По официальным данным, с 1941 по 1945 год погибло более 27 миллионов советских граждан. А все, кто вернулись с войны, были ранены. Некоторые не один раз. Только единицам посчастливилось избежать пули. У нас очень много было действительно войн, и не только Великой Отечественной войны, но и чеченские войны, и Первая мировая война. Практически они унесли большое количество хорошего генофонда. Современные ученые пришли к выводу, мы все ранены. И намного серьезнее, чем казалось раньше. Ранения, полученные дедами и прадедами, могут аукнуться даже через несколько поколений. Такое сенсационное открытие сделали ученые из Центрального института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения России. Было сделано открытие академикам Эммануэлем и Шапочниковым. Плюс еще там соавторы были. По возникновению зоны вторичного некроза. Зоны сотрясения при огнестрельных ранениях. Это зона, которая формируется при огнестрельном ранении, в особенности при современных огнестрельных ранениях с высокой скоростью снаряды. Зона, которую ты не видишь глазами. Но через какое-то время происходит некроз этой зоны. Огнестрельные ранения – одна из важных тем, над которыми работают специалисты этого института. Руководил этими исследованиями директор ЦИТО Юлий Георгиевич Шапочников. Главный специалист по патрофизиологии огнестрельных ран. Все началось с изучения растений. Мы занимались на трассе по изучению влияния огнестрельных ранений на хромосомный аппарат. На хромосомный аппарат растений. Ну и увидели то, что растения, однопедочные растения, они просто не делятся. Этот факт заинтересовал ученых. И они продолжили свои исследования на лабораторных мышах. Производилась резекция печени, частично резекция печени, чтобы заставить клетки печени войти в метоз, в деление. Через 24 часа, допустим, брали, 27 часов брали эту ткань и изучали уже под микроскопом. В ходе эксперимента стало понятно, что при огнестрельном ранении происходит два процесса. Один приводит к смерти клетки, а второй только повреждает хромосомы. Тогда нами было выявлено то, что ранение в бедро, а хромосомные аберрации были выявлены в печени при ее делении. Хромосомные аберрации – это мутации, которые серьезно изменяют структуру хромосом. Причина этих мутаций – разрыв обеих нитей спирали ДНК. Разрывы эти могут появиться спонтанно, но чаще всего благодаря воздействию ионизирующего излучения, то есть радиации, а также различным химическим и биологическим факторам, вроде вирусов. Эти хромосомные перестройки играют огромную роль в эволюционном процессе. Они же отвечают за способность к воспроизведению потомства у мужчин и женщин. Они же вызывают различные наследственные заболевания и провоцируют развитие онкологии. Только вдумайтесь, при выстреле в ногу страдает половина клеток печени, которая находится достаточно далеко. Ученые продолжили свои исследования и снова получили неожиданные результаты. Исследовали уже второе потомство. И там это было. И мало того, вот допустим, если ранение мужской особи и женской особи, то, допустим, в потомстве, если 10 наврожденных, то из 10, 5-7 погибают. Если женской особи одной нанести ранение, мужской особи нет, то меньше. А контрольные группы, где ни там, ни одной, ни другой особи не было нанесено ранение, у них вызывает выживаемость почти 90%. Все данные говорили о том, что огнестрельное ранение не просто приводит к мутации клеток, а становится причиной поломки ДНК. Мало того, травмированные гены передаются по наследству и в конечном итоге могут спровоцировать страшные болезни потомков и даже привести к бесплодию следующих поколений. Но пока такой вывод был сделан на основании результатов исследований мышей. Неужели то же самое происходит с человеком? На сегодня вот что? Самое такое эффективное оружие. Это пуля малого калибра и с большой скоростью. То есть это автомат наш АКМ, 5,45 калибра, и М16. Допустим, просто это то оружие, которое можно сравнить. Скорости у того и другого практически одинаковые. У М16 немножко побольше. На 40, на 50 побольше. А так где-то 900 метров в секунду. На бешеной скорости пули входит в тело человека, как кусок растаявшего масла и оставляет за собой канал. Энергия, которую несет с собой патрон, передается соседним тканям. Это очень сильное воздействие, мощное. Скорость прохождения государной волны достигает до полутора километров в секунду. Это скорость распространения звука. Жидкий среда. Ну, так как мы состоим из воды практически, то жидкая среда. То есть пузырь с водой, все равно бывает. Поэтому вот такой скорость распространяется. Соответственно, эта вся жидкость очень активно сотрясается, происходят микроразрывы. Чем эта пуля чревата? Вот, допустим, если крупным калибром, там, 9 миллиметров, или этим. Во-первых, расстояние большое. Во-вторых, когда эта пуля попадает в ткани и получает на своем пути какое-то сопротивление сильное, то она начинает кувыркаться, она начинает шарить, она начинает ломать. Иногда даже ранение, допустим, в бедро, а находишь ее в брюшной полости. Со временем канал оставленной пулей затягивается, но последствия остаются. Медики детально изучили медицинские карты детей из Абхазии, чьи родители были ранены. Мы сталкиваемся с ситуациями с рождением детей от родителей, которые прошли серьезные стрессовые испытания и получили стрессовые травмы. И статистика медицинская говорит о том, что достаточно большое количество людей, детей, рожденных от людей, получивших такие травмы, страдают тревожными состояниями соответствующими, повышенной тревожностью, гиперактивностью и прочими вещами. Мы выявили то, что эти дети чаще болеют. ОРЗ, пневмония, трудности в учебе. Его еще предстоит тщательно исследовать, однако уже сейчас можно сделать предварительный вывод. Последствия выстрелов передаются по наследству, как хроническое заболевание. И даже спустя десятилетия у будущих поколений могут рождаться дети с пороками развития. У женщин случатся необъяснимые выкидыши, а мужчины оказаться бесплодными. Медицинское сообщество эта новость сильно взбудоражила. Многие обвинили сотрудников Института травматологии и ортопедии в непрофессионализме, а исследование назвали ненаучным. Если бы было так легко выбить генетическую структуру человека, мы бы очень быстро мутировали. А несмотря на войны, несмотря на все эти сложности, в которых мы существуем, мы все-таки основные видовые свои принципы существования и функционирования организма сохраняем же. Наследствия могут передаваться лишь изменения те, которые передаются с половыми клетками, с хроматозоидом и лицеклеткой, соответственно. Если они не повреждены, то можно в каждом поколении человеку, как в прощении, опять же, за цинизм, там, отрезать руку, вот каждому, и у них будет рождаться с двумя руками дети. Это не может, и это никак не наследуется даже через миллион поколений. Многие ученые возражали экспертам из ЦИТО. Процессы мутации в нашем организме происходят постоянно, с частотой от нескольких сотен до тысячи случаев в каждой клетке каждый час. Экология, климат, питание, болезни, стрессы, даже обыкновенные метаболические процессы. Всё это так или иначе меняет структуру нашей ДНК. Дело в том, что клетки нашего тела, они выраждаются постоянно. И генетический код, и ДНК, они разрушаются постоянно в каждой клетке, в каждой клетке, каждый день, значит, накапливается до десятков тысяч ошибок. И к чему это приводит? То есть здесь есть два варианта развития. Первый, клетка для негизма ДНК не восстанавливается, либо не восстанавливается. Если ДНК не восстанавливается, то клетка перестаёт делиться. Она просто живёт, пока не закончится её жизненный цикл. Во втором случае клетка всё же восстанавливается. У нас организм сильный. Он имеет функции препарации ДНК. Это специальные механизмы, которые позволяют код ДНК восстановить. Если она даже прорвалась, если она разрушена, её могут обратно... То есть он сам может её восстановить. Мы все слышали утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Научные исследования говорят, в год гибнет примерно 1% нервных клеток нейронов. Но если нервные клетки не восстанавливаются, то за 20 лет мозг износится до такой степени, что человек не сможет выполнять элементарные действия. Но этого не происходит. У большинства людей мозг функционирует до глубокой старости. Учёные провели исследование и заявили, нервная клетка действительно не восстанавливается. Однако в мозге образуются новые клетки. Этот процесс называется нейрогенез. В советские годы в качестве своеобразной реабилитации всем воевавшим давали боевые награды и материальное поощрение. Считалось, что такой подход поможет бывшему воину почувствовать себя значимым и быстрее адаптироваться к мирной жизни. Это действительно очень важно. Но что делать, когда на кону жизнь целой нации? Тем более, что в половых клетках восстановление ДНК не происходит. По данным Министерства здравоохранения, сегодня в России бесплодны почти 6 миллионов супружеских пар. Медики считают этот уровень критическим. По прогнозам, к 2050 году россиян будет меньше на 45 миллионов. Сегодня в нашей стране проживает 146,5 миллионов человек. Если верить статистике, то уже через 35 лет нас останется чуть больше 100 миллионов. Значит ли это, что уже меньше, чем через 100 лет россияне исчезнут с лица Земли? И почему так стремительно сокращается численность населения России? Достижения современной биохимии и экспериментальной физиологии во многом основаны на работах немецких ученых 19 века. В 1838 году немецкий биолог Теодор Шван сформулировал основы клеточной теории. Он установил, что единственным элементом, объединяющим животное и растительный мир, является клетка, как основа строения всех тканей, организмов и систем. Через 20 лет реформатор медицины Рудольф Верхов дополнил клеточную теорию важным положением. Верхов, это тоже немецкий ученый, продолжил его открытие и сделал предположение, что клетка образуется из материнской клетки. То есть фактически немецким ученым было положено основа в генетике, фактически в гистологии, биологии, и был найден единый структурный элемент всего живого. Это биологическая клетка. Примерно в это же время чешский монах Грегор Мендель обнародовал на заседании местного общества естествоиспытателей результаты исследований о передаче по наследству признаков при скрещивании гороха. А еще через 20 лет английский психолог Фрэнсис Гальтон, кстати, двоюродный брат автора теории о происхождении человека Чарльза Дарвина, предложил изучать явления, которые могут улучшить наследственные качества будущих поколений. Изначально вещь шла лишь о растениях и животных, но вскоре Гальтон задумался об улучшении человека. И тогда он изобрел новый термин – евгеника. Евгенические теории получили широкое распространение в научных кругах разных стран, а в некоторых евгеника утвердилась даже на государственном уровне. Их правительства стали применять ее для улучшения человеческих качеств. Например, начали программу стерилизации вредных для общества бродяг, алкоголиков, половых извращенцев. Подобные мероприятия проводили в ряде штатов США. На международном конгрессе по вопросам Евгеники, который проходил в Нью-Йорке в 1932 году, один из ученых-специалистов прямо заявил, «Нет никакого сомнения, что если бы в Соединенных Штатах закон о стерилизации применялся бы в большей мере, то в результате меньше, чем через 100 лет мы ликвидировали бы по меньшей мере 90% преступлений, безумия, слабоумия, идиотизма и половых извращений, не говоря уже о многих других формах дефективности и дегенерации. Таким образом, в течение столетия наши сумасшедшие дома, тюрьмы и психиатрические клиники были бы почти очищены от своих жертв человеческого горя и страдания». Есть очень любопытные действительно факты, и я думаю, что наши телезрители этого не знают, что в населении, просто в населении популяции, количество людей с хромосомными аномалиями, ну, их достаточно много, ну, где-то там ноль, там чего-то процента. А среди убийц и насильников в тюрьмах их 14%. Знаете, колоссальная такая-то разница. Но особым почетом Евгенька пользовалась в нацистской Германии. Сначала евгенические программы шли под эгидой предотвращения вырождения немецкого народа. Затем превратились в долгосрочный план по созданию избранной расы. Читая «Майн камф», который в 23-м году ему разработал идеологию, разработал профессор Розенфельд, мы понимаем, что вот эта арийская раса, на которой была поставлена ставка во всей идеологической работе национал-социалистической партии, она является как бы основополагающей для работы всего военного механизма гитлеровской Германии. Германские медики в области Евгеники ввели такое понятие, как генетическое здоровье нации, и даже разработали специализированную отрасль медицины – расовую гигиену. Адольф Гитлер, он был приверживцем к Евгенике. Это науки о чистой расе. То есть вот эти исследования немецких ученых показали, что если мы берем идеальную клетку, то из нее фактически можно получить идеальный, соответствующий определенным параметрам организм, в том числе и человеческий организм. Гитлером были сделаны целые генетические поезда, когда немецкие женщины, норвежские женщины, рожали от немецких солдат с хорошей генетикой, с правильными чертами лица, черепа, телосложения, с цветом кожи, цветом глаз, цветом волос. И фактически положили основу в генетическом материале немецкой расы. За здоровьем матерей и младенцев пристально следили. Для них были созданы идеальные условия. Даже вода для чистых детей поставлялась в особых, покрытых серебром канистрах, прямиком из высокогорного озера Риц. Именно там, по мнению специалистов института АННРБ, находился источник живой воды. По некоторым данным, чудодейственная жидкость применялась для синтеза плазмы крови, необходимой детям истинно-арийского происхождения. В процессе создания чистых детей участвовал и сам Адольф Гитлер. И вот, значит, было отобрано около 100 девушек, причем в возрасте от 18 до 27 лет, то есть такой репродуктивный возраст. Причем по настоянию, якобы по настоянию Гитлера, две из них все были уроженцами Норвегии. Что Гитлер хотел, чтобы его кровь смешалась в крови викингов. Из них забеременеть сумели только 22, и выходить детей смогли только 22 женщины. Вот появилось 22 ребенка. Эксперименты на детях были одним из важнейших направлений нацистской Германии. Зачастую они выступали генетическим материалом для будущей элиты общества. Гитлер приказал собирать по всем лагерям детей с светлыми волосами и изучать кровь. Мы знаем в Бухенвальде, в Освенциме, в Дахау, в лагерях смерти практически были детские лагеря. И в них изучали тот же Догром Венге, который изучал именно кровь. Он брал анализы крови у детей, у подростков, даже у младенцев. Правда, закачка чистой крови вряд ли бы помогла Адольфу Гитлеру создать арийскую расу. Ведь даже в кругу его высокопоставленных офицеров были полукровки, так называемые мишлинги. В январе 1944 года кадровый отдел Вермахта подготовил секретный список 77 офицеров и генералов, смешанных с еврейской расой или женатых на еврейках. Все они имели личные удостоверения Гитлера о немецкой крови. В список попали 23 полковника, 5 генерал-майоров, 8 генерал-лейтенантов и 2 полных генерала. Знал ли об этом Гитлер? До сих пор многие документы о жизни и делах фюрера хранятся под семью замками. И где гарантия, что среди них не содержится информация о том, что с помощью пулевых ранений можно свести на нет большую часть неугодного населения Земли? Не сегодня, через несколько поколений. Если это так, то насколько удачно воплощается план Гитлера? Смотрите далее. Почему в Швейцарии живут самые здоровые люди? Потому что с 1100 года у них там практически не было военных действий. Обама против оружия. Кто не дает действующему президенту Америки ужесточить правила продажи ружей и пистолетов? Каждый штат имеет свое законодательство. Не подчиняющийся федеральному законодательству. Оружейное лобби. Кому это выгодно? Это очень большой бизнес. Оружейный бизнес – это больше, чем наркобизнес. Только в течение 20 века в мире произошло более 200 кровопролитных войн и военных конфликтов. Человеческие потери в этих войнах – 126 миллионов человек. Раненых в несколько раз больше. Но плоды этих ранений мы пожинаем до сих пор. В настоящее время у человека известно более 700 заболеваний, вызванных изменением числа или структуры хромосом. Один из них – бесплодие. Очень много беременных сейчас имеют синдромы повышения свертываемости крови. Например, антифосфолипидный синдром. Когда начинается такое аутоиммунное состояние, когда там бируются мелкие сосуды, вплоть до... Человек не может... Женщина не может ходить даже. То есть даже у неё действительно отказывают ноги от этого тромбоза. Возникает гангрена и так далее. И всё-таки это считается, что это синдром послевоенных лет, когда было огромное количество огнестрельных ранений. Однако, если раньше за неспособность зачать ребёнка винили женщину, то сегодня всё чаще причиной бездетности семьи становится мужчина. Причём в последние два десятилетия эта тенденция растёт, и проблема эта нависла над всем миром. Одна из европейских аналитических компаний провела исследование и выяснила, к 2025 году в Европе бесплодных мужчин и женщин будет порядка 12 миллионов. В Африке более 20 миллионов. В Азии более 113 миллионов человек не смогут иметь детей. Южная Азия, Африка, Россия. А вот в некоторых странах обратная тенденция. Например, в Швейцарии. Там, где войны не было, как таковой, не было огромного количества нестрельных ранений, в частности, в Швейцарии. То есть у них нет такой патологии. У них фактически здоровые сосуды, очень высокая продолжительность жизни, потому что с 1100 года у них там практически не было военных действий. В США количество бесплодных пар ежегодно сокращается. Если в начале 80-х годов около 8% замужних американок считались бесплодными, то в настоящее время этот показатель упал до 6%. Количество мужчин, страдающих бесплодием, также сократилось в разы. Но надолго ли? США – самая вооруженная страна мира. На руках у граждан 270 миллионов единиц огнестрельного оружия. За последние три года в американских школах стреляли 142 раза. Кто чаще всего страдает в этих инцидентах? И как они скажутся на здоровье будущих поколений? Только в 2015 году в США более 300 раз стреляли в местах массового скопления людей. Каждый год в стране гибнет примерно 11 тысяч человек. И еще 20-25 тысяч отправляются на больничные койки с огнестрельными ранениями разной степени тяжести. Почему, имея на руках такую статистику, правительство США до сих пор на законодательном уровне не ужесточило правила продажи оружия? В 14 штатах там разрешено торговлю любым оружием. И вплоть до автоматов, вплоть до скорострельного оружия. В остальных штатах есть ограничения. Мы видим, что Обама, пытаясь поддержать Клинтон, Хиллари Клинтон, в своей избирательной кампании, он говорит о запрете на оружие. На федеральном уровне. Но это невозможно практически, потому что каждый штат имеет свое законодательство. Не подчиняющийся федеральному законодательству. Вторая поправка Конституции США закрепляет право каждого гражданина на владение огнестрельным оружием для самозащиты. И сегодня в 300-миллионной Америке самый безопасный в кавычках стране мира на душу населения, включая младенцев, приходится по пистолету или ружью. Для сравнения, в России оружием на законных основаниях владеет около 7% населения. У нас разрешена торговля только охотничьим оружием. Это официально. Разрешение, лицензирование, лицензируют ЧОПы. То есть у нас тоже в законодательстве разрешено торговля оружием. Но оружием, лицензированным с разрешения МВД. Имея лицензию на ношение огнестрельного оружия, гладкоствольного оружия. Вы регистрируете ее в органах МВД. Так же и на Западе. Но на Западе там более законы к оружиям. Они совершенно, как они считают, демократичны. То есть там, если нападают на ваш дом и вы отстреливаете, убивая человека, это называется самооборона. Каждый год в США продается до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, карабины и ружья. Это только легальное оружие. Выяснить, сколько автоматов и карабинов продается на черном рынке, практически невозможно. Хотя в новостях иногда всплывают интересные данные и цифры. Так, в 2009 году американские спецслужбы проводили операцию «Форсаж». Они продали через посредников партию оружия мексиканским наркокартелям. После этого планировалось отследить пути поставок этого оружия в Мексику и задержать курьеров. Однако что-то пошло не так. Бюро по контролю огнестрельного оружия и взрывчатых веществ упустило половину продавцов. Из двух тысяч проданных стволов удалось перехватить только 700. Позже пропавшее оружие всплывало при расследовании разных преступлений. Например, в Аризоне на месте убийства американского пограничника Брайана Тейри в декабре 2010 года. По данным Министерства юстиции США, в различных преступлениях засветилось больше 40 винтовок. Но есть ли уверенность в том, что проданное наркокартелем оружие было утеряно случайно? Может быть, акция была хорошо спланирована? Но кем и зачем? На сегодняшний момент, например, ЦРУ в прошлом году поставило Ирану нелегального оружия на 100 миллионов долларов. Естественно, это оружие без маркировки, без заводских каких-то опознавательных знаков. Точно такое же оружие ходит в каждой стране. Многочисленные попытки главы Белого дома Барака Обамы ограничить свободную продажу оружия каждый раз заканчиваются провалом. Президент и демократическая партия предложили несколько законопроектов, которые ужесточали правила в сфере оборота оружия. Дебаты по этому вопросу разгораются после каждого массового расстрела с применением легально приобретенных словов. В последний раз это случилось после июньской бойни в Орландо. Тогда, сразу после трагедии, кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон заявила. Мы не должны попадать в ловушку оружейного лобби, заявляющего, что если мы не можем предотвратить все нападения, то и не должны пытаться это сделать. Однако прохождению всех этих инициатив мешают республиканцы, имеющие большинство мест в обеих палатах Конгресса. Именно они отстаивают интересы лоббистов оружейного бизнеса. Но почему же республиканцы так рьяно отстаивают права граждан на владение оружием? На сегодняшний момент в Америке нестабильная политическая обстановка в связи с выборами. Обама уходит, идут новые люди, и вот здесь две партии, республиканская и демократическая, они как бы иногда даже заинтересованы в этих взрывах, в этих перестрелках. Чем больше людей погибнет, тем больше будет страха. Получается, торговля оружием выгодна обеим партиям. Демократам, потому что рано или поздно какой-нибудь малолетний отморозок возьмет в руки винтовку и перестреляет своих одноклассников, просто потому что его дразнили в школе. И тогда можно будет делать громкие, ни к чему не обязывающие заявления и набрать очки для будущих выборов. Ну а почему это выгодно республиканцам? Это совсем просто. Оружейное лобби, оно выстроено на тех денежных потоках, которые на сегодняшний момент, ну, задействованы практически половина Конгресса, скажем так. Одна треть Конгресса – это точно оружейное лобби в Америке. Это очень большой бизнес. Оружейный бизнес – это больше, чем наркобизнес. Даже если весь Конгресс наживается на продаже оружия, открытым остается вопрос. Почему от перестрелок страдают в большей степени переселенцы и незащищенные слои населения? Далее в программе. Мировой заговор клана Бушей. Он финансировал гитлеризм, он финансировал практически фашизм. Все беды от России. Кто на самом деле поставляет оружие на черный рынок? Сегодня в мире стреляет. Калашников – производство Польши, Германской демократической республики, Румынии, Болгарии, Венгрии. Это не российское производство. Таблетка от сломанной ДНК. Как российские медики планируют вылечить хромосомные изменения огнестрельных ранений? В 2015 году Европа буквально накрыла волна беженцев. Только за прошлый год в страны Старого Света переехало больше миллиона мигрантов. Это в четыре раза больше, чем в 2014. А когда-то, в начале 20 века, точно так же под натиском массовой эмиграции зашаталась Америка. Начались расовые конфликты между приезжими и местным населением. Именно тогда началась деятельность американского евгенического общества. В 1920-е годы ученые-евгеники института Корнеги установили тесные личные контакты с германскими фашистскими евгениками. На заре существования Третьего рейха американские евгеники приветствовали достижения Гитлера. В 1924 году, когда Гитлер написал свой «Майн камф», он часто цитировал положение американской евгенической идеологии. А потом, при помощи новых американских друзей, воплотил их в жизнь. Американские друзья были необычайно щедры. В 1922 году фонд Рокфеллера через свой парижский офис перевел около полумиллиона долларов США на сотни немецких исследований. В 1926 году он подарил внушительную сумму – 250 тысяч долларов – на создание Берлинского института психиатрии Кайзера Вильгельма. Клан Рокфеллеров был не единственным, кто совершал секретные финансовые и промышленные сделки с Третьим рейхом, который сотрудничал и с другими членами элиты США. Наиболее известный из них – химический концерт «Дюпонт» и семейный клан «Буши» в лице Пере Скотта Буша. Например, Буш – это дедушка будущего президента Америки. Он поддерживал национал-социалистическую партию, то есть он Гитлера полностью поддерживал деньгами. Летом 1942 года разразился грандиозный скандал. Газета «Нью-Йорк Хэрольд» вышла с заголовком. У ангелов Гитлера 3 миллиона долларов в банке США. Журналисты писали, главная организация по отмыванию нацистских денег в Штатах – объединенная банковская корпорация UBS. Ее директором был Прескотт Буш, отец Джорджа Буша-старшего и дед Джорджа Буша-младшего. Согласно акту о сделках с противником, в октябре 1942 года собственность UBS была конфискована. И еще через неделю то же самое произошло еще с двумя компаниями, которыми тоже управлял Прескотт Буш. Мы знаем, что ФБР в 1942 году провело свое расследование. И по этому акту ФБР арестовало все имущество Буша, когда они увидели, что именно компания, именно холдинг Буша произвел 50% чугуна для нацистской Германии, 33% стали для нацистской Германии. То есть он финансировал гитлеризм, он финансировал практически фашизм. Через несколько лет, когда с фашизмом было покончено, союзники разделили Европу на зоны влияния. В марте 1946 Уинстон Чарчилль произнес знаменитую фултонскую речь, которая фактически положила начало холодной войне, а скандал с Прескоттом Бушем был замет. И только в 1947 году, когда началась холодная война, мы знаем, Буша опять как бы вернули на вот этот вот пост вице-президента вот этого холдинга и отдали ему его все банковские кредиты. То есть с 1942 по 1947 год практически Буша выбросили из бизнеса только за то, что он финансировал гитлеровскую Германию. В 1952 году Прескотт Буш получил место в Сенате США от штата Коннектикут и занимал этот пост до 1963 года. Вот так он положил начало триумфальному существованию семейства Буш в американской политике. Злодеяния Прескотта против всего мира были прощены, но только ли потому, что война была окончена? Или для того, чтобы продолжить начатое дело? Еще раз вернемся к перестрелкам в Европе и США. Орландо. Стрелок, сын афганского иммигранта. Номерные знаки на оружии стерты. Полиция не может определить, откуда преступник достал оружие. Только общая информация, черный рынок. Ницца. Преступник, выходец из Туниса. Мюнхен. Стрелок с иранскими корнями. Преступники в большей части иммигранты. А пострадавшие снова те, кого мир обычный, отказывается принимать в свои ряды. В Орландо пострадали только люди нетрадиционной сексуальной ориентации. А район Мюнхена, в котором произошла последняя перестрелка, густо населен именно переселенцами. И даже в американских школах расстрелы происходят там, где много детей иммигрантов и беженцев. На этом фоне все чаще звучат антииммигрантские настроения. Но ведь проще не признавать проблему, а обвинить в поставках оружия давнего противника. Россию все чаще обвиняют в поставках оружия на черный рынок Америки. В Штатах родной автомат Калашникова можно купить за несколько сотен долларов. Но это же неправда. Дело в том, что во времена Советского Союза мы своим тогдашним братским народом по Варшавскому договору, по СЭВу продали линейки по производству высокоточного на тот период оружия. Калашников автомат. И сегодня в мире стреляет Калашников производство Польши, Германской демократической республики, Румынии, Болгарии, Венгрии. Это не российское производство. Однако кроме массовых подделок из Восточной Европы и Китая, в Америке производят вполне законный АК. Компания Калашников USA. И буквально в 2016 году на ежегодной выставке «Шот-шоу» представители Калашников USA представили на суд посетителей новую модификацию легендарного автомата. У оружия американо-израильские корни. Прототип модели АК был доработан бывшими снайперами армии Израиля и теперь продается через американскую компанию «Калашников USA». Так что не исключено, что скоро именно эти автоматы со спиленными номерами засветятся при очередной массовой перестрелке. Далее в программе. Пулевое ранение, как облучение радиации или отравление тяжелыми металлами. Отравление просто таким металлами или ядами, там тоже это происходит. Может ли огнестрел привести к рождению детей с серьезными патологиями? Если у нас кто-нибудь стрельбит, и у нас дети родятся с тремя головами или с детьми пальцами. Аскорбинка и мультивитамины спасут мир от мутаций. Миф или реальность? Начали их использовать. Смогли мы снизить их? Да, смогли. Гены хранят и передают информацию об организме за несколько тысяч лет. Они передают весь этот запас от матери к дочери и дальше по генеалогическим линиям. За все это время человеческий организм научился адаптироваться к окружающей среде вирусов. Ведь они точно так же ломают хромосомный аппарат. Можно ли ослабить вредные последствия этих процессов? От большой дозы радиации человек умирает, от маленькой остается жить. Но так как ДНК повреждается, то появляются инфекционные заболевания, новообразование, сокращается рождаемость. Такой вывод специалисты Института травматологии и ортопедии сделали на основании анализов советских военных, получивших ранения в Афганистане. Здесь следует сказать, что пациентов у нас было где-то больше 500. И вот нельзя сказать, что у всех пациентов это было выявлено, которых мы исследовали. У кого-то это было, у кого-то не было. То есть это можно сравнить где-то с экологической катастрофой. Это, допустим, природные объявления, ядерные взрывы или что-либо такое. Отравление просто таким металлами там или ягодами, все такое. Там тоже это происходит. Этим открытием ученые снова накликали на себя гнев медицинского сообщества. Японцы посмотрели, что происходит с геномом, с той самой ДНК, после ядерных бомбардировок, что, как ни они могли, это все. Оказалось, что ничего не произошло. Половые клетки не были затронуты. Самое удивительное. И в следующих поколениях никакого увеличения, никаких болезней и проблем не произошло. Поэтому говорить вот об этой ерунде, что мы, если у нас кто-нибудь стрельнет, и у нас дети родятся с тремя головами или с детьми пальцами, абсолютно ерунда. Конечно, о таких мутациях речь не идет. Однако хромосомные изменения все-таки есть. Последующие поколения растут как минимум с определенными психологическими нарушениями. Плохо обучаемые, агрессивные, но ученые уверяют. Генотоксический эффект можно снизить уже сейчас. Почти на 50%. И те исследования, которые произвели в ЦИТО, они затронули самую главную функцию. Функцию репарации, то есть именно правильной репарации. И могут тогда уже реплицироваться неправильные ДНК. И тогда это может привести либо к караконному опухолю, если без удерживания деления клетки будут происходить, либо к преждевременному состоянию. Ездили в командировки, допустим, в Чечню, тогда уже был этот препарат ликозоль. В первом меде был сделан. Это многоатомные спирты, там анестетик, антисептик, там антиоксидант, аэрозоль. Прекрасный препарат. То есть мы тогда рекомендовали, что человек, если получил административное ранение, прямо там, если есть возможность, то в раневой канал ввести этот аэрозоль. Он мог проникать во все эти щели. И тем самым вначале больно, а потом буквально через 2-3 минуты обезболивающий эффект. Кроме обезболивающего эффекта, содержащиеся в лекарстве антиоксиданты и коллаген не давали ранее загноиться. Этот факт откровенно настраивает на позитивный лад. Но ведь речь идёт о лечении только что образованного огнестрельного канала. А что делать с теми, кто сам ранен не был никогда, а огнестрелы коснулись только дедов и прадедов? Неужели починить их ДНК невозможно? Мы исследовали очень много антиоксидантов, природных, и химии, это самое, и статистических антиоксидантов. Но мы пришли к выводу, что наиболее эффективным является природный антиоксидант. Это такие элементарные вещи, как аскорбиновая кислота, альфа-токоферол, витамин А и Е. Начали их использовать. Смогли мы снизить их? Да, смогли. Учёные проводили забор материала два раза. В первой встрече с пациентом и спустя пять лет. Количество мутаций уменьшалось в разы. Правда, эксперты ЦИТО своё исследование не считают оконченным. Им ещё предстоит выяснить, каким образом свести старые мутации к нулю и найти способ полнейшего исцеления клеток. Сейчас вот у нас была трасса, в Иваре была, и там трасса стояла, где можно крепить оружие, прицел. Вторая комната, где всё бронировано и всё такое. Сейчас это всё снесли, и вот новый корпус, то, что построили, там в подвале должно это всё сделать. И тогда это всё будет продолжаться. Получается, наше дело не так плохо, как это казалось вначале. Учёным удалось не только обнаружить все виды воздействия огнестрельного ранения на генетический аппарат человека, но и найти способы снижения этого влияния. Огнестрельная чима охватывает новые территории. Сегодня 20% смертей от огнестрельного оружия во всём мире приходится на Бразилию, Колумбию, Мексику и Венесуэлу. Растёт число жертв и на других континентах. А это значит, под прицелом всё человечество. Я, Анна Чапман, раскрыла вам все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.